Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 574 из учебника математика 6 класс Вилен Кинжохов. Давай сейчас откроем вместе учебник и прочтем условия задания. Итак, здесь у нас задача. В первый день маслобойня переработала 4,9 поступившего количества семян подсолнечника. Во второй день 0,6 остатка. Сколько тонн семян подсолнечника переработала маслобойня за эти два дня, если было привезено С семян, тонн семян? Итак, найдите значение получившегося выражения при С равном 90 и 63. Запишем краткое условие задачи. Первый день 4,9 переработали от всех поступивших семян. Во второй день 0,6 остатка. И также известно, что привезено С равное 90 и 63. Нужно узнать, сколько всего тонн семян переработали за два дня. Итак, для начала мы будем записывать. Мы не будем подставлять в С сразу значение. Мы будем записать вместе с С, да, упрощать, а затем уже в то, что у нас получится, мы подставим значение С. Итак, первое, что нам нужно, если привезли С семян, в первый день переработали 4,9. Можем мы узнать, сколько переработали в первый день. Конечно, как найти часть от числа. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке под этим видео. Но я только напомню, чтобы найти часть от числа, причем неважно, это десятичная дробь или обычная дробь, нужно умножить число на эту дробь. Итак, в данном случае это будет 4,9 умноженное на С. Ну, если бы это было число, мы бы сначала, наверное, С умножили на 4,9. Но мы привыкли видеть, чтобы буква шла после цифры, да, поэтому я записываю, что это 4,9 С тонн. Это переработали в первый день. Дальше, во второй день, во второй день 0,6 остатка. То есть нам сначала нужно узнать остаток, сколько же осталось. Ну, для этого нам нужно просто от С то, что привезли, отнять то, что переработали в первый день. То есть С минус 4,9 С. Мы видим, что С можно вынести за скобку. Здесь у нас будет единица, да, минус 4,9 С. Единицу мы представим в виде 9,9. То есть у нас получится 9 минус 4, это 5,9 С тонн. Это остаток после первого дня. И теперь нужно найти часть от нашего остатка. Опять-таки напоминаю, чтобы найти часть от числа, нужно число умножить на нашу часть. То есть 5,9 С мы умножаем еще на 0,6. 6,10 представим в виде десятичной дроби, чтобы легко было умножить. 5,10 у нас сокращаются на 5, а 6,9 сокращаются на 3. То есть в итоге у нас остается 2 шестых, но 2,2 у нас тоже сократились. Осталась только 1,3 С. Тонн это во второй день. Ну, и теперь осталось сложить то, что переработали в первый день, и то, что переработали во второй день. То есть 4,9 С плюс 1,3 С. С мы можем вынести за скобки. В скобках останется 4,9 плюс 1,3. Так, приводим к общему знаменателю 9. Дополнительный множитель у нас будет 3. То есть у нас получается 4 плюс 3 с общим знаменателем 9. С, и это равно 7,9 С тонн. Вот это и есть уже то значение, в которое мы будем подставлять 90 и будем подставлять 63. Ну и тоже это будем записывать действие. То есть если у нас С будет равняться 90, то тогда 7,9 С вместо С подставляем 90, то есть умножить на 90. 90 это как бы идет в числитель по правилу умножения. 90 и 9 сокращаются у нас на 9, получится 10 и 1. То есть 7 на 10 это 70 тонн. В первом случае будет. И во втором, если С у нас будет равняться 63 тонны, то 7,9 С будет равняться. Соподставляем вместо С 63 и получим 63 и 9, мы также можем сократить на 9. Будет 7,7, то есть 49 тонн. И это уже будет наш ответ. Итак, 70 тонн и соответственно 49 тонн семян подсолнечника переработала масло бойня за 2 дня. И на этом задача решена. Если тебе понравилось наше видео, поставь лайк. Также переходи по ссылке под видео на наш сайт и там ты сможешь решить самостоятельно похожее проверочное задание и получить за это баллы. А каждую неделю трое учеников, кто наберет больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если ты еще не подписан на канал, то подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.